Я всегда был убежден, что в сказке, былине, драме сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим. Только больной и плохой человек не помнит и не ценит своего детства, юности. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории. Виктор Михайлович Васнецов. Васнецовы – старинная вятская династия, давшая вятскому краю и России священников, ученых, учителей, общественных деятелей и, конечно, художников. Вятская земля – родина замечательного живописца Виктора Михайловича Васнецова. В 2023 году исполняется 175 лет со дня его рождения. Основная тема творчества мастера – Русь, сказочная и святая. Живя в глухом уголке, с самых ранних лет Виктор Васнецов был очарован народными песнями и сказками. Позже сам о себе он говорил так – я сказочник, былинник, гусляр живописи. А начинался его творческий путь так – образование получал в духовной семинарии, но любовь к живописи победила. Виктор Михайлович отправился поступать в Академию художеств в Петербурге и был успешно зачислен с первой попытки, но из-за робкого нрава не решился посмотреть результаты, а узнал об этом лишь через год, когда пришел поступать повторно. В Академии Васнецов знакомится с законодателями мод в живописи, художниками-реалистами и пишет картины на сюжеты жизни маленького человека из низов. Вот одна из характерных для раннего творчества Васнецова – работа под названием «С квартиры на квартиру». Абсолютно передвижническая тема. Опять тема униженных и оскорбленных, тема сочувствия к малому миру сего. Перед нами двое стариков, которые бредут по замерзшей неве. По всей видимости, у них нет средств, дабы оплатить жилье. Их выгнали со съемной квартиры. И все, что нажили эти люди за всю свою жизнь довольно длинную, это вот поместилось в жалком этом узелочке. В сопровождении старой толстой собачки вот эти двое несчастных идут по вот этому бесприютному пространству города. Молодой Васнецов изучал русскую историю, культуру, знакомился с памятниками древнерусской литературы и эпоса. И вот однажды все-таки решает оставить учебу в академии. Причину ухода объяснял так. Хотелось писать картины на темы из русских былин и сказок. А они – профессора, этого желания не понимали. Вот мы и расстались. Домик с зеленой крышей, похожий на теремок, прячется между обычных московских девятиэтажек. Это дом-музей художника Виктора Васнецова, построенный по его эскизам. Полутемные жилые комнаты с массивной деревянной мебелью и светлая мастерская во весь второй этаж. Виктор Васнецов пробовал себя и в архитектуре. Он создавал эскизы для построек в усадьбе Мамонтовых, собственного дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова, главного фасада Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Главной работой называл роспись Владимирского собора в Киеве. Ей он посвятил около 11 лет. Расписывая купол собора, Васнецов едва не погиб. Он сорвался и упал бы вниз, если бы случайно не зацепился курткой за выступающий крюк. Собор был освящен в 1896 году в присутствии императора Николая II и его семьи. После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-Хрустальном, Дармштадте и Варшаве. Картины по мотивам сказок Виктор Михайлович продолжал писать до конца жизни. Сказочный мир Васнецова знаком нам всем со школьной скамьи. Аленушка, Иван-Царевич на сером волке, Витязь на распутье, Богатыри. Во второй половине XIX века вообще активно развивался интерес к национальной истории. Публиковались первые сборники русского фольклора Афанасьева и Даля. К народным мотивам обращались Островский и Некрасов. Мотивы сказки стали предметом особого интереса композиторов – Глинки, Римского, Корсакова, Чайковского. А вот в изобразительном искусстве такие обращения к былинам и сказкам были единичными и зачастую не вполне удачными. Предания старины глубокой ожили благодаря кисти Виктора Васнецова. Богатыри и царевны вышли за рамки книжных строк и иллюстраций. Не забыл художник воспоминания детства и перенес те волшебные истории на холст. Одним из наиболее романтичных и трогательных творений художника становится полотно «Аленушка». Образ картины сложился у Виктора Михайловича после встречи с крестьянской девочкой, поразившей его выражением чисто русской печали. Рисовал сироту, добавляя, как признавался сам, черты Веруши Мамонтовой, дочери известного московского мецената. На полотне сидящая на берегу омута девушка. Хрупкая фигурка, загрубевшие босые ноги, старенькая, местами выцветшая одежда. Она печально склонила голову, и ее грусти, искренней и нежной, внемлет природа. Воснецов раскрыл тончайшую связь между переживаниями человека и состоянием природы. Ту же связь, что веками во всем великолепии передавалась в народной поэзии. Несомненно, одно из самых волшебных произведений русского изобразительного искусства – картина «Иван-Царевич на сером волке». В основе сюжета – народная сказка. Сказочный дремучий лес. Царевич с похищенной Еленой Прекрасной убегают от погони на верном сером волке. У хищника необычные человеческие глаза. Привлекают зрителя яркие, расшитые бисером и заморскими жемчугами костюмы главных героев. Золотой кафтан юноши прекрасно гармонирует с голубым шелковым одеянием девушки. На ней прелестное платье небесного цвета с отделкой золотом. На ногах красуются золотые сапожки, головной убор с драгоценными каменьями. Нитка жемчуга украшает шею. Художник наделил сказочную героиню реальными чертами племянницы Савы Мамонтова Натальи. Чудесно передал Воснецов тревожность и загадочность момента. Природа вторит настроению беглецов, она словно чувствует опасность. Но юная яблонька на переднем плане, усыпанная бело-розовыми цветами, вносит светлую поэтическую ноту, символизируя надежду на счастливый финал. Самой масштабной картиной художника стали богатыри. Им он посвятил более 20 лет. Первый карандашный набросок Воснецов сделал за 27 лет до того, как написал саму картину. Размер полотна почти 3 на 4,5 метра. Воснецов изобразил трех главных героев русских былин – Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Сейчас в нашей стране нет, наверное, ни одного человека, кто был бы не знаком с картиной Воснецова. Репродукции богатырей выпускаются миллионными тиражами. Илья изображен в центре картины. Из-под ладони он зорко всматривается вдаль. В левой руке у него щит и копье, в правой – булава. Как известно из Былин, Илья Муромец был крестьянским сыном. Интересно, что и позировал художнику в образе Ильи крестьянин. Это был уроженец Владимирской губернии Иван Петров, который приехал в Москву работать извозчиком. В Москве его и заметил художник, уговорив позировать. А вот в образе Добрыни Никитича явно можно заметить сходство с самим Воснецовым. Художник часто бывал в Абрамцево, имении Савы Мамонтова. Однажды он заметил, что 13-летний сын Мамонтова Андрей мог бы стать отличным натурщиком для изображения Алеши Поповича. С него он и писал младшего из богатырей. У Мамонтовых на территории имения были также конюшни. И лошадь, на которой изображен Илья Муромец, Воснецов писал с той самой, на которой скакал сам Сава Мамонтов. Проблему, где же работать над полотном размером 3 на 4,5 метра, тут же решает Сава Мамонтов. Специально для этой картины Воснецова строится отдельная мастерская при одном из усадебных домиков. Работал над полотном Воснецов долго, что доставляло ему множество хлопот. Огромный холст приходилось перевозить за собой из Москвы в Киев, где художник расписывал Владимирский собор, а летом брать с собой на дачу. Картина Воснецова представляет собирательный образ защитников земли русской. Ведь если Илья Муромец, Добрыни Никитич и Алеша Попович и существовали в действительности, то жили в разное время. Поэтому встретиться богатыри могли только на картине Воснецова. Во время работы художник тщательно изучал обмундирование и вооружение богатырей, читал много исторических документов. Ему даже удалось получить разрешение на то, чтобы использовать экспонаты исторического музея, которые хранились в запасниках. После завершения картина была сразу же приобретена Павлом Третьяковым, который давно мечтал поместить ее в своей картинной галерее. Одной из самых больших загадок в творчестве Воснецова остается сказочный цикл поэма «Семи сказок», состоявший из семи живописных произведений. «Спящая царевна», «Царевна несмеяна», «Царевна лягушка», «Кощей бессмертный», «Баба яга», «Сивка бурка» и «Ковер самолет». Известно, что художник работал над этими полотнами последние 25 лет жизни. Однако до настоящего времени их замысел и история создания остаются тайной, поскольку нет документов, писем, дневников или воспоминаний, проясняющих эти вопросы. Пожалуй, самой впечатляющей картиной цикла стала «Спящая царевна». Интересно, скрывается ли за внешней декоративностью глубина мыслей и идей художника, или это полотно всего лишь иллюстрация известного сказочного сюжета? Мотивом для задуманной Васнецовым картины послужил распространенный в европейской литературе сюжет о «Спящей красавице». В России такого сюжета не было. В 1831 году Жуковский, объединив сказки Перо и братьев Гримм, создал свой поэтический вариант – сказку о «Спящей царевне». Именно к произведению Жуковского и обратился Васнецов. Ося жданная вошла, пряха молча подала в руки ей верить, но та взяла и вмиг оно укололо руку ей. «Все исчезло из очей, на нее находит сон, вместе с ней объем литон, весь огромный царский дом. Все утихнуло кругом, возвращаясь во дворец, на крыльце ее отец пошатнулся и зевнул, и царицу заснул». Используя мотивы сказки, художник создал свой вариант сказочного мира. В центре картины – спящая на ложе царевна и уснувшая на книге девочка-семилетка. Слева – сенные девушки, нянюшка с кошкой на коленях и стражники. Справа – скоморох, гусляр и два дрессировщика-медведя. Один из них накрыт покрывалом. На заднем плане – лес, который, как стена, оберегает их покой. Разрабатывая костюмы, Воснецов ориентировался прежде всего на исторические сведения о культуре Руси XVII века. Царевна облачена в белую рубашку и сарафан-дольник, который украшает ромбовидный орнамент, такой же, как на реконструкциях костюма царя Федора Алексеевича. Интересна обувь спящей царевны. Возможно, в качестве отсылки к европейскому происхождению сказки, Воснецов изобразил упавшую с ножки туфельку по форме напоминающую французскую обувь мюли – изящные туфли с острым носом и открытой пяткой. Синные девушки, то есть дворцовые служанки, наряжены в яркие сарафаны и епанички – бархатные парчевые женские безрукавки. Маленькая девочка-семилетка одета в яркий сарафан с восточным орнаментом и белую рубаху с красными поликами – вставками из ткани на плечах. Такие рубахи могли носить девушки и женщины из простых крестьянских семей. Ярче всего выглядит наряд скомороха – красный кафтан с длинными желтым и зеленым рукавами, головной убор с петушком и разная обувь, сапог и лапоть. Бродячие артисты привели привязанного на цепь годовалого медведя. Возможно, Воснецов имел в виду существовавший в эпоху средневековой Руси традиционный святочный или масленичный обряд, когда по улицам водили настоящего медведя или ряженого человека в костюме дикого зверя. Однако среди всего разнообразия образов и фигур главной деталью здесь является голубинная книга – композиционный и смысловой центр картины. Можно предположить, что во время работы, придения и вышивания царевна и девушки не вели праздных разговоров, не смотрели скоморожье представление, а слушали, как маленькая девочка вслух читает голубинную книгу – средневековый духовный стих. По легенде считается, что эта книга была спущена с небес на землю, и никто из людей не способен был ее прочитать. Но Воснецов считал, что люди, способные постичь тайны этой великой легендарной книги, все же существуют. Именно поэтому он изобразил ребенка. Для Воснецова детские образы олицетворяли безгрешные души, способные понять и услышать главные христианские истины. Так Воснецов поднял содержание сюжета на более высокий религиозный уровень. Кроме того, наблюдается мотив защиты на фоне исторического контекста создания произведения, когда в мире разгорались Первая мировая, гражданская война в России, и сон обитателей сказочного мира уже не выглядит проклятием, а напротив, на фоне разрушающегося мира начала XX века, он стал избавлением, спасением от тревог и волнений. А сказочное царство осталось непокоренным Святым Градом. Не как иллюстратор, а как философ, Воснецов призывает зрителя читать картину, самостоятельно погружаться в нее, и за декоративностью убранства обнаруживать многогранность смыслов и глубину идеи. Интерес художника к работе над картиной не угасал на протяжении 40 лет. Неудивительно, что она стала одним из главных художественных высказываний автора, где отразились его представления об идеальном образе Родины, хранящей свои сокровища, материальные и духовные.